Слава Иисусу Христу! Сегодня у нас такое чудесное собрание. И в этом месяце мы говорим о семье. Мы говорим о семейных отношениях, семейная жизнь в соответствии с Божьим замыслом. И на протяжении последних трех недель мы говорим о трех шагах, трех шагах любви. В прошлое воскресенье с нами был Виталик Орлов, и он говорил, что первый шаг – это взаимопонимание. Первый шаг хороших отношений – это взаимопонимание. Ключевой текст Писания был записан в Первом Послании к Коринфянам, 13 главе, 4 стихом. «Любовь не ищет своего». Это был текст Писания и ключевая мысль первого шага для успешной семьи. Сегодня мы будем говорить о втором шаге для того, чтобы у тебя была успешная семья, для того, чтобы у меня была успешная семья. Второй шаг счастливой семьи – это любовь от себя другому. Любовь, которая видит и наблюдает за интересами другого человека. Настоящая любовь готова отдавать. Настоящая любовь – она жертвена. И совсем с другой стороны находится эгоизм. Эгоизм – это то, когда человек обращает все внимание свое и окружающих на себя. Эгоизмом называют себя любе, предпочтение своих личных интересов, интересам других, пренебрежение к интересам общества и окружающих. Вот в любви, в счастливой семейной жизни этого должно быть очень мало. Это должно отсутствовать. Интересный текст Писания, который я хочу предложить, и он будет нашим основным текстом Писания в этой короткой проповеди. Это будет текст, который записан в послании к Ефесянам. В пятой главе с 22 по 27 стих. Те, которые знают Писание хорошо, наверное, услышав это, они думают, вау, ну об этом мало говорят. Да, действительно, здесь есть такие моменты, которые сейчас мы услышим, которые, возможно, скажут, ну, я не знаю, как с этим. Это какое-то средневековье, ты сейчас нам хочешь рассказать. Но я хочу сказать, мы говорим о семейной жизни в соответствии с Божьим замыслом. Сейчас мы будем читать текст Писания, где будут интересные рекоменданции, где мы услышим особые принципы успешной семейной жизни, которые апостол Павел оставил нам в соответствии с Божьим замыслом. Ты знаешь, что у всего есть замысел. Я специально сразу не читаю этот текст. Я хочу вам подвести к особому пониманию. Вы его еще не видите. Аллилуйя. Итак, вы знаете, что у всего есть свой замысел. У всего есть то, как этот инженер, он это сделал, и он что-то предполагал. Как это будет работать, как это будет функционировать, какую пользу оно принесет. И там были заложены особые принципы. И если ты следуешь этим принципам и этим правилам, тогда ты будешь успешен. Если ты будешь проявлять самодеятельность, выдумывать что-то свое, тогда ты не будешь успешный. Я слышал одну историю, что на заре, где-то сто лет назад, когда только технологии начали заходить в производство, была изобретена первая бензопила. И один из лесорубов, он устроился в эту компанию, где начали вдруг, представь, использовать бензопилу. До этого единственный инструмент для того, чтобы ввалить эти большие деревья, он имел этот опор. И знаете, он был очень профессиональным, крепким парнем. Он мог завалить где-то, ну, знаешь, таких серьезных 6-5 деревьев за смену. И вдруг он получает возможность работать в этой компании, которая продвинута. Ну, возможно, ну, Apple в лесорубстве. Та, которая использует самые новейшие технологии. Ему дали инструмент. Ему говорят, посмотри, у нас есть для тебя особая пила. Он взял ее и говорит, хорошо, я согласен, я буду ей работать. На следующий день они смотрят его успехи. И они говорят, слушай, ну, почему-то ты отстаешь. Все спилили по 30 деревьев, а ты спилил всего 5. Он говорит, я буду стараться лучше. Я буду стараться лучше. На следующий день он приходит, такие руки все в мозолях. Ему говорят, слушай, ты очень отстаешь. Что происходит? Мы хотим просто понять, почему ты пилишь 5-6 деревьев в смену, когда другие валят по 30 стволов. Его начальник говорит, я пойду с тобой, я хочу посмотреть, покажи мне, что ты делаешь пошагово. Я думаю, когда этот начальник увидел этот процесс, глаза его открыли широко, он брал эту пилу и просто этой бензопилой вот так вот пилил. Он совсем не использовал ее в соответствии с тем, как она была задумана. Он мучил себя, он мучил этот инструмент. И, конечно же, он выпадал из этого графика производительного. И чудо ему показали. Смотри, здесь есть такая веревочка. И ты можешь за нее так потянуть. И все, зашумело. Этот человек, он понял, инструмент нужно использовать в соответствии с его замыслом. Многие из нас семейные люди. И я хочу тебе сказать, твоя семья, она имеет Божий замысел. Твоя семья, она была устроена Богом. Есть некоторые вещи, которые Бог создал. И семья – это один из институтов, которые создал не человек. Есть много организаций, корпораций. Они даже классифицируются по-разному. Корпорейшн С, ЛЛС. Люди понапридумывали. Много-много структур и организаций. Но есть вещи, есть организации, есть институты, которые основаны самим Богом. Семья основана Богом. Послушай, у семьи был тот, который он просто создал ее. Тот, который имел откровение, видение, как этот институт будет функционировать. Давайте же обратимся к этому тексту. К этому непростому тексту, к этому пугающему, возможно, немножко тексту. Но мы там увидим принципы Божьи. И я предложу вам призму, через которую мы можем посмотреть на этот текст. Окей. Я думаю, я заинтересовался уже. Итак, послание к Ефесянам, 5 глава, 22 глава по 27 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Окей, я не вижу, еще никто не уходит. Читаем дальше. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Идем, читаем дальше. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены, своим мужьям во всем. Мужья, наверное, услышали это. Говорят, это хороший текст Писания. Давайте вот сейчас просто закончим на этом. Но нет, нет, нет. Потому что, мы говорили, у семьи есть Творец. Семью создал Бог. И сейчас будет звучать слово к мужьям. Мужья, любите своих жен. И дальше говорится о том, как. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Это непростой текст Писания. Для многих, кажется, какой-то мы пытаемся вернуть в Средневековье, но это совсем не так. Я хочу сказать, что если ты немножко настороженно слушаешь это послание из Библии, я хочу тебе сказать, что христианство, это именно христианство, оно дало равноправие, привезло свободу и приподняло ценность женщины в обществе. Это действительно так. Это христианство, которое подняло ценность женщины в обществе. До этого этого не было ни в римской культуре, ни в греческой. Это именно христианские принципы, заложенные Богом, которые записаны в Новом Завете, которые говорят о том, что женщина, она равноправна. И сейчас мы думаем, это так понятно, это так просто, но раньше, 2000 лет назад, это была революционная новость. Когда мужьям было написано это послание, чтобы они любили своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее для мужей, я думаю, это было больше шок тогда, чем для жен, потому что они и так уже были в поминовении. Значит, что в римской культуре вообще это развестись, это не была проблема. Лишить женщину жизни, это вообще не было проблемы. Женщины были в поминовении, поэтому в римской культуре, когда люди читали этот текст, больше шок получали мужчины, чем женщины. Я не знаю, может быть сейчас это наоборот. Вы знаете, если мы будем смотреть на этот текст Писания просто с позиции двух людей, которые живут вместе, с позиции двух личностей, которые живут вместе, то здесь мы можем действительно увидеть очень непростое. Но я ведь, но ведь я, но я же, я имею право. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на этот текст Писания через особую призму, через призму, которая заложена в Слове Божьем, что семья это не сравненно больше, семья это не сравненно больше, чем совместное проживание двух людей. Согласен ли ты с этим? Семья это не сравненно больше, чем совместное проживание двух людей. Семья – это союз, который сочетает, созидает сам Бог. Семья – это союз двух людей, которых сочетал сам Бог. Потому что если бы мы смотрели просто на двух людей, которые решили жить вместе, то действительно этот стих, этот текст Писания, он вызывает много вопросов. Потому что каждый смотрит в первую очередь за собой. Каждый смотрит за интересами своими. Я хочу рассказать одну историю. Знаете, иногда нужно прислушиваться к другому человеку. Пусть эта истина сегодня прозвучит. Прислушивайся к своему мужу, прислушивайся к своей жене. Один капитан, он находился в море. И это была довольно штормовая погода. Находясь на капитанском мостике, капитан корабля посмотрел в ночь и увидел вдалеке слабые огоньки. Он подумал, что действительно какой-то предмет, какой-то корабль, судно движется на него. Он немедленно приказал своему сигнальщику отдать сообщение. И световым сигналом они говорят, измените курс на 10 градусов к Юдгу, потому что если вы этого не сделаете, будет столкновение. К своему удивлению, прошло и короткие секунды, как он получает ответное сообщение, измените вы свой курс на 10 градусов к Северу или будет столкновение. Капитан был возмущен, потому что его команда была проигнорирована. Он думал о себе и сохранности своего корабля. Он отправляет второе сообщение, измените курс на 10 градусов к Юдгу, я капитан. И сразу же получает второе сообщение, ему говорят, измените курс на 10 градусов к Северу, я моряк третьего ранга Джонсон. Капитан тут же отправляет третье сообщение, зная, какой страх оно сейчас вызовет. Он говорит, измените курс на 10 градусов к Югу, я капитан линкора. Ему приходит мгновенный ответ, измените вы курс на 10 градусов к Северу, я маяк. Иногда мы пытаемся доказать свою пропоту, аргументируем своей властью и силой, но ты знаешь, у корабля очень мало шансов выставить против столкновения с маяком. Поэтому, смотря на семью, мы должны смотреть на эти взаимоотношения, на эти принципы с позиции того, что двое станут одной плотью, потому что Бог сам создал институт семьи. И об этом записано в Евангелии от Матфея в 19 главе с 3 по 6 стих. Однажды к Иисусу приступили фарисеи. Здесь написано, что они искушали Его, говоря Ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей». Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину?» Сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И дальше Иисус говорит о великом принципе и откровении, которое для многих нужно просто осознать и принять. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я хочу еще раз вернуться к этому принципу, что семья не является просто союзом двух людей, которые просто решили жить вместе. Семья – это союз, сочетаемым Богом. Поэтому, когда Павел, он обращается к тексту этого Писания, когда он говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», то он говорит о людях, которых нельзя разлучать. Он говорит о людях. И здесь очень важно отметить то, что сказал Иисус. Здесь говорится о мужчине и женщине, которых сотворил Бог. Семья – это мужчина и женщина, которые оставляют отца и мать, которые мужчина прилепится к своей жене, где двое становятся одной плотью, и когда Бог их сочетает. Вот это принципы семьи. Поэтому в тексте Писания, где здесь написано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», очень важно отметить, кому жены должны повиноваться? Своим мужьям. Не учебникам, не инструкторам. Здесь говорится о доверительном повиновении своим мужьям. Я спросил у моей жены, «Как ты думаешь, как ты интерпретируешь этот текст Писания?» Она говорит, «Это все очень просто». Я подумал, «Окей, я должен это записать». Я это записал. Она говорит, «Если тебя любят, тогда легко повиноваться». Я ничего не перепутал с этим. Она говорит, «Если тебя любят, если тебя любят, тогда легко повиноваться». Говоря о повиновении, мы говорим не о угнетении, не о доминировании, а о доверии и о правильных взаимоотношениях. И согласитесь, мы все кому-то повинуемся в жизни. В церкви у меня есть слово старшего пастора, и я повинуюсь ему. На работе. Надо мной есть general manager моего завода, где я работаю, и я тоже слушаю его. Мы все кому-то повинуемся. И этот принцип, мы понимаем, он работает, он необходим для того, чтобы мы правильно функционировали. Это добровольное повиновение. Это не порабощение. Это признание авторитета человека, который просто заботится о тебе. Этот принцип я увидел в Писании, когда принцип добровольного повиновения, который записан в Евангелии от Матфея. Однажды, когда Иисус был в Капернауме, к нему пришел сотник и спросил его, Господи, слуга мой лежит в доме, расслабленный, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. И здесь дальше, вот, наверное, люди, которые в военных структурах, в силовых структурах, они понимают нечто большее, чем мы с вами, простые гражданские люди. Потому что сотник начинает что-то говорить к Господу. И он говорит ему, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет, слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал, идущим за ним истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Здесь сотник, он говорит, я имею у себя в подчинении людей, я имею людей, которые просто повинуются мне. Но также есть те власти, есть те люди, которым и я повинуюсь. И он просто говорит, Иисус, я добровольно сейчас повинуюсь тебе. Иисус, я добровольно признаю твою власть над моей жизнью, твой авторитет. Просто скажи слово. И Иисус говорит, я такой веры не увидел. Я не увидел такой веры даже в Израиле. Повиновение не умаляет достоинства. Повиновение – это то, что мы имеем для более устроенной жизни. Оно не делает нас менее значимыми. Оно добавляет структуру и организованности. Для мужей – это особенное слово сегодня. Для меня, для нас, братья, наибольшая привилегия в браке для нас – это отражать нашего Спасителя, отражать Его любовь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь поставлено такой уровень любви. Просто мега-уровень. Мужья, любите. Я хочу еще раз прочитать. Братья, это для нас. Мы говорим о успешной семье. Мы говорим о семье, которая живет в соответствии с замыслом Божьим. И вот рекомендация, вот принцип для мужей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мужья должны любить своих жен. Любить – это значит желать, планировать, иметь расположение, слушать. Иисус это сделал. Он умер за каждого из нас. Иисус это сделал. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедников. Был умерщен по плоти, но ожил духом. Это записано в первом послании Петра. Иисус так дорожил каждым из нас, что Он не почитал, не почитал важным, чтобы Его вставили на пьедестале. Он уничижил себя. В послании к филиппийцам во второй главе написано так. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он соответствовал этому высокому стандарту, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек смирил себя. Мужья, мы должны отображать эту жертвенную любовь Христа. Да, Иисус, Он умирал для себя. Он не делал то, что Он хотел. Умереть для себя, для своего эгоизма, умереть для своих личных интересов, для своих предпочтений и желаний. Муж отражает Иисуса для своей жены. Мы вернемся к нашему центральному тексту, что мужья любите свои жен, как Христос любил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы предоставить ее себе славную церковью. Молитесь вместе, мужья, со своими женами. Читайте тексты Писания вместе. Делитесь наставлениями. Это большая, большая привилегия для нас. Какая же альтернатива? Всегда есть альтернатива, всегда есть другая точка зрения. Мы могли немножко приоткрыть занавес и увидеть, какой был замысел для семьи у Бога. К сожалению, реальность такая, что многие люди, они отказываются от замысла Божьего. Я не буду повиноваться, я не буду любить и заботиться, так как заботится Христос. К сожалению, мы видим это больше и больше, что люди начинают просто разделяться. Семьи распадаются. Начинается это просто с непонимания. Начинается это с просто, может быть, раздельного проживания. Альтернатива принципам Божьим – это развод. Развод никогда не входил в планы Божьи. Развод – это, я хочу немножко уделить, сегодня такая, возможно, техническая проповедь, но я хочу просто сказать, и, возможно, для кого-то это слово, оно очень важно. Развод – это не просто изменение твоего жизненного юридического статуса, когда ты мог раньше заполнять налоговую декларацию и говорить, что мы совместно заполняем, а теперь отдельно – нет. Развод – это расчленение, потому что то, что Бог сочетал, развод – это травма, развод – это когда от тебя отрывается часть тебя. Вот что такое развод. Я прочитал одну историю, я хочу поделиться о ней. Эта история, она была в 2003 году, и, возможно, кто-то из вас ее слышал. Я буквально вчера вспомнил о ней, так давно ее слышал где-то, и вдруг я когда думал о слове «развод», о вот этом расчленении, о рассоединении того, что Бог сочетал, я вспомнил эту историю. Эта история произошла в 2003 году. Она произошла с человеком, его зовут Аарон Ролстон. Он любит ходить в горы, в походы, и в этот день, 1 мая, он пошел в каньон Блоджин в штате Юта, и у него был маршрут протяженностью 13 миль, 12 километров. В принципе, это можно пройти за один день. Именно настолько он взял с собой еды, он взял с собой два бурритос и несколько литров воды. Карабкаясь по узкому ущелью, история говорит, что он пытался схватиться за какой-то камень, и примерно 360-килограммовый валун сорвался. Он его как-то вот пошевелил, и он придавил ему руку. Этому парню было всего 20 лет, 27 лет. Он был альпинист из штата Колорадо. Он был опытным, опытным туристом. Он много был в путешествиях, в походах. И, в принципе, он рассуждал, что этот каньон, через который ему стоит пройти, он был в пределах его сил и знания. Но он нарушил одно из своих первых правил. Он никому не рассказал о том, что он идет в этот поход. Эта рука, она была зажата этим валуном. Он пытался продержаться 5 дней в такой ситуации, ожидая помощи. Но, к сожалению, он не услышал ни одного человеческого голоса, и не было никого рядом, кто мог бы ему помочь. А он не рассказал никому о том, что он отправляется в этим маршрутом. После 5 дней пребывания под этим валуном, когда его рука была зажата этим валуном, он понимал, что силы оставляют его, и ему не на что надеяться. И он принимает особое непростое решение. Не знаю, кто-то слышал об этой истории. У него был единственный ресурс. У него был этот такой многофункциональный ножик. Он сам ломает себе лучевую и локтевую кость другим камнем. И затем разрезает мышцы, кожу, сухожилия этим маленьким ножичком, чтобы спасти свою жизнь. Я подумал, это то, что похоже на разделение двух людей, которых Бог соединил. Это боль, это то, что будет всегда с тобой. И да, я хочу сказать, здесь очень важно сказать, что в Библии есть прописанные истины в каких-то ситуациях. Это единственный правильный способ. Об этом стоит отдельно поговорить. Потому что для него, если бы он этого не сделал, он бы погиб. И есть жизненные ситуации, семейные ситуации, о которых написано в Слове Божьем, где говорится, тогда вы можете разделиться. Но я думаю, как и в случае с этим парнем, эта травма, она останется с тобой, останется с этим человеком. После того, как это произошло, и когда он смог выбраться, он спался. Этот парень, он неоднократно появлялся в новостных каналах. О нем много говорили. Он был с Дэвидом Леттерменом. Я смотрю, что он появлялся на обложках модных магазинов. Он был «Мужчина года». В 2003 году он был в списке «Человек года». Но вы знаете, некоторые альпинисты, профессионалы, когда слушают эту историю, они также озвучивали некоторые моменты. Они говорят, «Вы знаете, мы читали все эти истории, мы видим, насколько раскручен его имидж. Но есть некоторые моменты, которые бы он мог сделать по-другому». У этих важных альпинистов, у тех, которые были в спасении этого человека, спросили, «Что же упустили журналисты?» И один из спасателей говорит, «Меня беспокоит то, что СМИ выставляют его настоящим героем, но они никогда не говорили о том, как этот парень попал в беду из-за того, что действительно принимал неверные решения». У этого человека спросили, «А что ты мог бы посоветовать другим альпинистам, которые отправляются?» Я хочу просто прочитать этот текст. И этот альпинист, который просто просмотрел хронологию этой травмы, избавления этого человека, он говорит, «Вам нужно, перед тем, как вы идете в поход, вам нужно достаточно информации о том, что вы собираетесь сделать, чтобы вы были готовы к тому, чтобы сделать то, что вы наметили сделать. Вам нужно иметь навык, как разжечь огонь, вам нужно иметь правильную одежду, вам нужно взять достаточно снаряжения с собой, вам нужно проложить маршрут и рассказать кому-то, чтобы кто-то знал, где вы будете находиться». И потом он говорит, «К сожалению, в нашей культуре, культуре экстремальных видов спортов, так часто люди, они начинают думать о себе, что я супермен, что я смогу со всем справиться». И он говорит, «Людям нужно понимать свои ограничения, потому что, да, мы можем иметь весь опыт, мы можем иметь всю подготовку, но среда, с которой мы соприкоснемся, на Эвересте, может быть, на Северном полюсе или где-то в пустыне, она может быть очень опасной и может быть, не хватит снаряжения, чтобы устранить опасность». Этот человек для меня олицетворяет, альтернативу Божьему замысла. Я специально чуть-чуть больше потратил время, чтобы нарисовать вам эту картину. Картину человека, который теряет часть себя для того, чтобы спастись. Это все можно предотвратить. Если ты сейчас проходишь непростое время в своей семье, это можно предотвратить. Если ты чувствуешь, что ты, возможно, в капкане и тебя никто не понимает, есть выход. Михаил, он говорил о том, что я был в плену, но я взывал к Богу. Никогда не остываю в молитве за свою семью. Я знаю людей, я благодарю Бога за них, которые сказали, я выйду победителем из этой ситуации. Я буду руководствоваться Божьими словом, я буду руководствоваться Божьими принципами. Да, возможно, они звучат как-то странно, но я буду доверять Божьим принципам. Мы будем повиноваться, мы будем уважать друг друга, мы будем заботиться и любить друг о друге, потому что крепкие семьи, они делают крепкую церковь, потому что крепкие семьи, они делают крепкое общество. Я хочу сказать, что в семье, в которой сейчас есть у тебя, в этой семье была рука Божья, потому что, когда молились за тебя при сочетании, это не пастор сочетал вас, не пастор благословлял вас, но поверь, поверь, в твоей семье было прикосновение Божье. Я хочу еще раз прочитать, прочитать этот текст Писания. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает к твоей семье. Именно, да, именно к твоей семье, к моей семье было прикосновение Божье. Тебя и твою половинку сочетал Бог, соединил Бог, вы одно. А когда одно, тогда нет проблем повиноваться, точно так же, как моя рука сейчас держит все это время микрофон, потому что мы одно. Точно так же, и мне нетрудно принимать решения для моего тела, поэтому в нас заложены функции инстинкта самосохранения. Когда горячо, ты убираешь руку, это на уровне инстинкта. Послушай, в этом есть принцип Божий. Я хочу сказать, что наши семьи, возможно, находятся сейчас в агрессивной среде. Возможно, мы находимся в ситуациях, которые выше наших сил. возможно, кто-то действительно хочет сказать, я переоценил себя. Я думал, что я готов ко всему. Но в отличие от этого парня, у тебя есть церковь. Слово, которое я хочу сказать к таким семьям. Ты не один. Ты не один. Этот парень пять дней, он находился там, прорабатывал все-все варианты. И для него единственным путем спасения было то, что он сделал. Это было много крика. Это было много боли. Это была не человеческая, не человеческая ситуация, с которой он вышел. Потому что он был один. Я хочу тебе сказать, ты не один. Твоя семья, она не находится просто сама по себе. И в этом есть сила церкви. если ты находишься в такой непростой ситуации, не постесняйся подойти к кому-то. Я не буду просить, чтобы мы выходили наперед сейчас. Это очень личное, это очень сокровенное. Семья, это сокровенное. Но никогда не умоли влияние пастора или другой семьи. Обратись к кому-то и попроси, молитесь за меня. Поддержите меня. Мне нужна ваша помощь. Не оставайся с этой трудностью один на один. Наше решение быть вместе, наше решение следовать Божьим принципам семьи. Мы не будем эгоистами. У нашей семьи есть Тот, Который созидал ее. У нашей семьи есть Бог, Который заложил свои принципы в эту семью. Наши семьи, они будут действовать в соответствии с Божьим замыслом. Отношения мужчины и женщины, мужа и жены это самое драгоценное, но возможно с другой стороны это возможно и может быть самым трудным. Притирка двух характеров. И это возможно пройти этот путь только смотря через призму, что мы не два человека, которые просто решили жить вместе, а мы две личности, мужчина и женщина. которых Бог сочетал, которых Бог соединил, чтобы мы прошли этот путь, являя Христа. Я прошу, чтобы мы поднялись на наши ноги. Этот текст, который сегодня был ключевым, я прошу, такое маленькое задание я хочу сделать для каждой пары, прочитайте его дома и потом помолитесь. Это записано в послании к Ефесянам в пятой главе 22 по 27 стих. Возможно, сейчас это какое-то имеется отражение к этому тексту, но здесь заложен принцип Божий, принцип успешной семьи, принцип, которым, руководствуясь, жена, она будет находиться в своем предназначении, принцип, которым будет руководствоваться муж, и он займет правильное место в своей семье. И Бог да благословит нас, Бог да благословит каждую семью. Сейчас в этой молитве просто помолись за свою семью. Если возле Тебя находится Твоя супруга, просто обними ее и помолитесь вместе. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя за благодать Твою, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даровал мне мою супругу, благодарю Тебя, Господь, за эти годы, которые мы прошли вместе. Мы видели Тебя, Боже, благодарю Тебя за все эти счастливые моменты. Боже, благодарю Тебя за радости, которые Ты даровал нам. Боже, действительно, мы хотим следовать за Тобой, мы хотим руководствоваться Твоими принципами, мы хотим и действительно видим огромное преимущество того, чтобы наша семья, она действительно соответствовала этому великому плану, который Ты определил к каждой семье. Боже, я благодарю Тебя за откровение, которое Ты дал мне когда-то, я увидел свету. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, даровал нам эту любовь, которая пришла от Тебя. Благодарю Тебя за каждый день и за каждый год прожитый вместе. Благодарю Тебя за наших детей, Боже, и я благословляю нашу семью и прошу, Господь, являйся, являйся, являйся для других через то, как мы живем вместе. Боже, я прошу, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы мы действительно понимали друг друга, чтобы мы любили друг друга, Господь, той любовью, которую Ты определил жене и мужу. Благодарю Тебя. Боже, я также молю Тебя о каждой семье в нашей церкви. Боже, я молю Тебя, чтобы Ты благословил каждую семью в нашей церкви, в церкви новая жизнь. Господь, я прошу, чтобы, если возможно, там есть какие-то трещинки, чтобы Ты сам своей любовью, своим присутствием убрал это все. Я прошу о восстановлении, Боже, о восстановлении семей, которым это необходимо. Боже, приди в эти семьи, благослови эти семьи, Господь, пусть понимание Твое будет между мужем и женой, Господь. Благословенный Бог, я прошу, благослови семьи в церкви новая жизнь. Даруй любовь, чтобы мужья, Господь, они любили так своих жен, как Ты возлюбил церковь. Чтобы жены, они видели Господь в своих мужьях. Тех, кого мы видим в Тебе, Боже, кому стоит повиноваться, кому стоит слушаться. Аллилуйя, Боже, я благодарю Тебя за эти слова, которые Ты оставил нам. Мы будем продолжать молитвенно читать эти тексты Писания. Благодарю Тебя за эти принципы, которые Ты оставил нам. Благослови церковь новую жизнь. Благослови каждую семью. Благослови семьи, которые только-только сейчас вступают в эту семейную жизнь. Благослови тех, которые уже десятки лет радуются семейной жизнью вместе, Господь. благослови, 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 благослови и будь прославлен. Господь, каждая семья да будет светилом Твоим. Пусть светит окружающим и говорит, семейная жизнь, счастливая семейная жизнь, это возможно, если там есть Бог, да будешь Ты прославлен в наших семьях. Аминь. Аминь. Нитка, скрученная втрое, нескоро порвется. Нить, скрученная втрое, нескоро порвется. Ты сейчас обнимаешь свою жену, ты сейчас рядом со своей супругой. Это третья составляющая, это Бог. Сильная семья, сильная церковь, сильная семья, сильная страна. Будьте благословенны.